добрый день дорогие друзья просто хотел показать вам пару клинков и рассказать о паре моментов у меня было видео про твердомер в работе я недавно приобрел твердомер настроил его все такое и там было показано в общем я там измерял твердость вот этих вот клинков у меня три клинка было тогда только только что закаленных но не отпущенных в общем они показывали в районе 66 твердость вот потом я отпустил их и несколько раз проверил в общем они показывают твердость 61 62 то есть грубо скажем 61 с половиной будет твердость что я хотел показать у меня было видео когда первую закалку в электропечи показывал вот вот это вот там я закалил три клинка вот это из той серии вот два из той серии клинка и они тест не прошли то есть они где-то 35 показали твердость то есть насколько я понимаю я поторопился не дал им времени то есть я дождался пока температура в печи стала 800 градусов примерно но не дал им времени именно посидеть при этой температуре потому что температура в печи это не температура вот этой вот заготовки так как печь у меня набирает температуру достаточно быстро то просто еще не передалась температура от воздуха внутри печи на сам металл вот и соответственно углерод не выделился в аустенит и просто не произошло просто вот именно в растворе аустенита недостаточно было углерода и вот при закалке в общем железо не закалилось просто показать вам если будет видно вот это кратеры которые остались после твердомера вы видите какие они крупные то есть он хорошо так заходил потому что мягкий металл просто для сравнения показать вот эти вот кратерочки то есть они явно гораздо мельче то есть так вот два ряда то есть и вот именно чем глубже заходит тем 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 меньше твердость у металла ну тут буква б часть брак чтобы я не дай бог использовал где-то не знаю может быть перезаколю но они уже достаточно тонко выведены просто я не имел возможности проверить их твердость я начал их финишовать но в общем перед тем как рукоятки поставить я проверил на свеже приобретенном твердомере понятно стало что это никуда не годится поэтому они попали в брак может быть я их перекалю может быть что-то с ними еще сделаю вот эти калились в рассоле вот но одна такая неприятная особенность так как это получается достаточно жесткая закалка то есть охлаждение большое и быстрая в принципе это то что надо для стали 1095 потому что она очень капризная в том смысле что и надо очень очень малое время есть для того чтобы проскочить определенную температуру температура образования перлита и для этого должна быть очень большая скорость охлаждение в определенном диапазоне вот иногда масло не справляется с этим лучше использовать рассол но есть такая проблема с рассолом так как это очень получается суровая такая закалка очень склонные клинки к в общем их получили к искривлению то есть часто появляется выход вытаскиваются оттуда они немного не совсем ровные вот один из таких клинков вот было два и третий был вот этот вот вот от него кусок он был искривлен но его попытались выровнять на наковальне при помощи молотка ну в общем он конечно же сломался в принципе что и можно было ожидать от клинка закален на 61 с половиной роквелла как вот этот вот тоже вот ну его кстати не после закалки упрямляю уже после отпуска его упрямляли вот ну просто я хотел показать если сфокусируется дай бог что очень мелкозернистая структура там то есть дело вот в чем что твердомер просто показывает твердость твердость может быть высокая как у мелкозернистого и стали с мелкой зернистостью с мелким зерном так и у стали с крупным зерном и у стали с крупным зерном вероятность того что будет он закален на большую твердость выше потому что перлит и так далее он начинает образоваться у границ зерен если зерна крупные соответственно эти границ меньше и точек образования перлита тоже меньше поэтому крупнозернистая сталь она лучше закаливается прокаливается закаливается чем чем мелкозернистая сталь то есть поэтому мне было важно то есть конечно жаль что сломался но с другой стороны можно было бы посмотреть и так как все три по одному рецепту колились одновременно то я могу надеяться что у этих двух такая же зернистость как у третьего поломанного то есть это было тоже важно знать потому что твердость не дает всей картины она дает просто понять о том что вот материал вот такой-то твердости и все а какая внутренняя структура у него не дает знать нам еще такой момент по поводу твердости именно после отпуска где-то 61 62 параквелла я думаю что для стали 1095 это оптимальная твердость именно для вот таких вот ножей в том смысле что оно дает лучшую износостойкость режущей кромки да можно закалить его на 58 и так далее но я считаю что если надо более упругий нож более такой нож который будет выдерживать ударные нагрузки лучше использовать другую сталь потому что 1095 это заэфтектоидная сталь и колить ее именно на ту твердость которая доступна доэфтектоидной стали которая по определению будет более упругая это просто перевод именно стали то есть это сталь лучше будет 61 62 калашматить ее не надо потому что при боковом ударе сильном может быть случится тоже что и с этим клинком и в принципе это показывает что он хорошо был прокален глубоко и все такое получился не пластилиновый ножеподобный предмет а именно хорошо закаленный нож есть например ну в общем американского общества blade кузнецов оружейников по нашему правильнее сказать то у них есть тест на у них есть ученик потом есть джорнимен то есть это такой полумастер то есть такой не знаю как это правильно знать кандидат в мастера вот и есть у них мастер вот на звание джорнимен то надо делать нож который можно согнуть на 90 градусов то есть он должен быть упругим кроме этого второй тест это 5 на 10 сантиметров доску две доски надо перерубить и мы после этого он должен брить еще вот это вот два теста то есть иначе говоря он должен быть упругим и он должен иметь устойчивую достаточно режущую кромку и поэтому их всегда делают зонную закалку то есть закаливается в основном режущая кромка а здесь вот остается он либо дополнительно отпускает либо ну покрывает его глиной для того чтобы здесь была меньше твердость больше более упругий чем здесь в общем в принципе можно так делать ну просто я как бы такого не делаю поэтому у меня либо так либо это будет ну вот такая такие вот мысли о ножах локалки в общем спасибо за внимание до свидания